здравствуйте уважаемые огородники и садоводы меня зовут русских иван и я приветствую вас на канале про цветок поговорим мы с вами о том как изменить кислотность почвы на вашем участке дело в том что кислотность почвы является чрезвычайно важным фактором который обеспечивает и плодородие почвы и доступность различных элементов питания для растений а также обеспечивают благоприятные условия для развития микрофлоры которая помогает растениям расти и развиваться дело в том что в большинстве регионов почва обладает неблагоприятной кислотностью для растений благоприятной является нейтральная реакция почвы в республике беларусь большинство почв имеют кислую реакцию более южных регионах особенно там где имеются засушливые условия можно столкнуться со щелочной реакцией почвы что же делать если реакция почвы у вас не оптимальная ее надо как-то менять прежде чем я расскажу вам о способах изменения кислотности почвы чтобы точно хорошо понимать что делать давайте немножечко вспомним химию дело в том что кислотность почвы обуславливается как кислотами которые находятся в почве хотя это чрезвычайно редкий случай свободных кислот в почве нету разве что угольная кислота это растворенный в воде углекислый газ хотя и эта кислота может сделать неблагоприятными условия почвенные для существования растений но самым главным фактором который обуславливает неблагоприятную кислую почву это соли алюминия дело в том что алюминий особенно в глинистых почвах содержится в очень большом количестве сама сам сама глина и является соединением алюминия и кремния поэтому попадание различных веществ почву освобождает ионы алюминия из глин и создает неблагоприятные кислые условия в почве вот здесь у меня в стакане имеется раствор хлорида алюминия он и обладает довольно таки кислой реакции и соответственно высвобождение алюминия является неблагоприятным фактором что же влияет на высвобождение алюминия из глины и других типов почв в первую очередь это хлориды когда когда мы пользуемся хлорными удобрениями удобрениями которые содержат хлор мы обогащаем почву хлором хлоридами и эти хлориды очень медленно но постепенно и постоянно способствует высвобождению алюминия и формированию растворимых солей алюминия но в частности хлористого алюминия соответственно наша почва закисляется что же в этом случае делать для того чтобы скорректировать кислотность почвы необходимо применять исключительно кальций содержащие препараты не соду то есть не какие-то там другие доморощенные способы которые вам могут рекомендовать в интернете или в журналах никогда не используйте особенно не используйте соду почему потому что избыток натрия в почве очень плохо сказывается на физических свойствах почвы и вам потом придется предпринять огромные усилия для того чтобы освободить почву от этих ионов натрия поэтому используйте только мел вы можете использовать иные соединения содержащие карбонат кальция это мел это доломитовая мука она кроме того еще содержит ионы магния маг магния карбонат что очень полезно также вы можете использовать известь только обязательно гашеную ну и другие продукты строительные и огородные которые содержат карбонат кальция именно карбонат кальция помогает нам освободиться от растворимых соли алюминия дело в том что конечно сам по себе карбонат кальций или мел не обладает щелочной реакции если мы померяем раствор то он обладает совершенно такой нейтральной реакции но когда мы прибавляем его к раствору хлорида алюминия, происходит реакция, карбонат кальция высвобождает кальций, соединяется с хлором, получается хлорид кальция, это растворимая соль, а алюминий выпадает в осадок. И таким образом у нас происходит нейтрализация почв. Как быстро это происходит? Конечно, это происходит не быстро, потому что одно дело, когда мы имеем все растворы в стакане в лаборатории и совсем другое дело, когда мы имеем дело с почвой. Но несмотря на это, использование вот таких известнякового сырья является очень эффективным. Чем мельче крупинки, чем мельче помол в том препарате, который мы добавляем, тем лучше и быстрее он действует. Какое количество известняковых материалов необходимо добавлять для нейтрализации почвы? Ну, это примерно 200 грамм на квадратный метр. Конечно, все зависит от того, насколько ваша почва кислая. Но это такая средняя доза. Для того, чтобы добиться более быстрого эффекта в нейтрализации кислых почв, необходимо использовать печную золу. Она, конечно, содержит и известняковые различные соединения, но также она содержит и щелочные соединения того же калия. Таким образом, вы достаточно быстро нейтрализуете почву и обогатите ее калием. И еще раз напомню, что никогда не используйте соединение натрия, то есть соду, для нейтрализации кислой почвы. Что же делать с хлорсодержащими удобрениями? Когда мы осенью вносим калий хлористый, мы считаем, что хлор вымоется талыми водами, уйдет из корня обитаемого слоя и не будет наносить никакого вреда. Но здесь на самом деле есть только доля правды. Как я уже сказал, хлор способствует накоплению растворимых ионов алюминия в почве и повышению кислотности почвы. Что же делать, чтобы удалить избыточные хлорид ионы? К сожалению, никаких способов для удаления хлорид ионов не существует. Нам просто надо обильно поливать землю в случае, если у нас имеется засушливый период. В теплице набрасывать снег, а вообще, особенно в теплицах, в закрытых каких-то, в укрытиях, в каких-то местах, где мы выращиваем под укрытием растений, использовать бесхлорные калийные удобрения, а именно калиосульфат. Что же делать с почвами, если они имеют, наоборот, щелочную реакцию, меловую реакцию? Бороться с такой неблагоприятной кислотностью гораздо сложнее, чем нейтрализовать кислые почвы. В этом случае нам необходимо использовать физиологически кислые удобрения и субстраты. Это нераскисленный торф, это сульфат аммония, то есть и другие соли, которые обладают кислой реакцией. Но, конечно, не избыточное количество алюминия, поскольку большинство огородных культур негативно реагируют на содержание растворимых солей алюминия, на повышенное их содержание в почве. Я надеюсь, что этот маленький эксперимент позволил вам лучше понять, как бороться с неблагоприятной кислотностью почв, какие именно материалы использовать для нейтрализации кислых почв, и что делать, если у вас, наоборот, меловые почвы, и вам необходимо их немножечко подкислить и сделать более благоприятными для растений. Я рад, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши выпуски. Пожалуйста, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, нажимайте на колокольчик для того, чтобы быть всегда в курсе наших последних выпусков. Всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!